Добрый день, мои дорогие друзья! Я поняла так, что тема бассейна для вас очень интересна. И я сейчас поподробнее расскажу об этом. Значит, бассейн в санатории Ейск открыт 17 мая 2022 года. И находится санаторий по адресу улица Коммунаров, 47. И бассейн в санатории открыт для всех желающих гостей санатория и для жителей города Ейска. Поэтому туда прийти могут все, кто хочет. В бассейне две чаши. Одна малая чаша для детей и большая чаша для взрослых. И дорожек там нету. Там просто одна большая чаша, в которой можно купаться. Ну, по глубине, допустим, если я встаю, как балерина, на одну цыпочку. И вот прям вот так вот, так вот, то мне вот так вот где-то примерно воды будет. Вот, ну, может вот так вот. То есть, как бы, ну, утонуть хватит. Но все равно, то есть, если я захочу, я могу коснуться пальчиком до дна и ощутить его под ногами. Это удобно и комфортно и безопасно. И дно такое ровненькое по всему бассейну. Нету перепадов там, где выше, где ниже, глубже, такого нету. И это очень комфортно. И водичка теплая. Температура воды 30 градусов. То есть, заходишь спокойно, ничего не беспокоит. И приятно просто купаться в такой воде. И там еще есть два гидромассажера. Ой, два, четыре, четыре гидромассажера. Там и стены вот так вот, получается, бьют вот такие вот, такой толщины, две струи воды. Одна повыше, другая пониже. И можно их регулировать. Можно сделать напор посильнее, можно послабее. Там чуть-чуть вот так подкрутить можно. Ну, это уже кому как захочется. На ваше усмотрение. Ну, это здорово. Хватает места всем, потому что четыре человека могут одновременно принимать эту процедуру. Стоимость процедуры купания в бассейне стоит 300 рублей. Скидка есть для пенсионеров и для детей. Скидка 50%, то есть 150 рублей. Эта цена дается на один час купания. В этот час входит 45 минут именно плавания, а там есть часы, можно время засечь самостоятельно. И 15 минут на то, чтобы раздеться, помыться, переодеться. Вот на все это 15 минут. Но пенсионерам идет ограничение во времени. Только с 9 утра и до 11 утра. Вот эти два часа могут использовать пенсионеры для себя за 150 рублей. А всем остальным можно плавать, конечно же, и в это время, и вечером. А сам бассейн работает, по-моему, аж до 8 часов вечера. То есть купаться можно в любое время, когда захочется. У меня открыто окно, и вот это вот так сквозняк шумит. Дверь я закрыла в комнату, потому что у меня включена духовка. Я чуть-чуть попозже покажу, что я там делаю, что я готовлю. Сейчас вернусь все-таки к бассейну. Еще точно так же можно получить процедуру кедровая бочка. И она также для всех желающих. И стоимость этой процедуры 350 рублей. И еще я прям себе вот выписала вопросы, которые вы мне задали по бассейну. Длина дорожки. Но дорожек нету. И длину бассейна конкретно, конечно, я не могу сказать. Я его не измеряла. Но места хватает всем. Не переживайте. Там большой бассейн. Это уж я просто сказала маленький. Потому что, знаете, ну как бы в моем понятии, бассейн, он такой огромный, с множеством дорожек. И там занимаются спортсмены. Ну это вот такой как бы бассейн в моем понятии. Но это же бассейн-санаторий. Поэтому он не должен быть таким большим. Потому что там не занимаются спортсмены. И нет необходимости. Ну вот вчера, допустим, я плавала. Вчера было 12 человек. Купалось. Места всем хватает. Не переживайте. Так что бассейн достаточно такой комфортный. Вот именно комфортный, приятный. И купаться в нем одно удовольствие. Еще такой вопрос. Нужна ли справка перед посещением бассейна? Справку у меня никто не требовал. Но нужно перед посещением бассейна обязательно посетить душ. Обязательно при себе иметь мочалку, гель для душа, шампунь. Ну естественно сланцы, купальник или же купальные плавки. И шапочку на голову. Для того, чтобы не сыпались волосы в бассейн. Ну и все, в общем-то, больше ничего не нужно. Да, еще хочу добавить, что касса работает с понедельника по пятницу. В субботу, воскресенье касса не работает. Нужно приобретать заблаговременно абонемент. Можно на сайт зайти посмотреть. Там есть вся информация. А сайт называется «Санаторий Ейск». Зал «Санаторий Ейск». Наберете и там вся информация это есть. Можно посмотреть там, можно позвонить. Ну я вот сразу, допустим, оплатила на пять посещений. Можно на десять оплатить. Но десять, я думаю, до конца этого года у меня не получится пройти. А пять-то, конечно же, получится. Вот, поэтому это очень удобно. Оплатил и пришел, и не нужно ходить в кассу лишний раз. Вход с улицы Коммунаров. Именно в бассейн, в кассу. Там два входа с улицы Коммунаров. В любую калитку можно зайти. Ну а выйти из бассейна можно на разные стороны. Можно выйти на улицу Коммунаров также. И можно выйти на улицу Ленина. Как я вот выходила вчера и показывала в ролике, где я выходила. Там тоже сделали калиточку. Просто это удобно. Очень удобное месторасположение бассейна. Он находится, естественно, на территории санатория. А санаторий находится в самом центре города Ейском. Рядышком с Домом культуры. И рядышком с Центральным рынком. Ну, я думаю, на этом все. На интересующие у вас вопросы я ответила. Всего всем самого доброго. И до свидания. О, я же забыла. Я же обещала вам показать то, что у меня в духовке. Сейчас покажу. У нас в Ейске сегодня нет воды. Зато полон дом тазов. Запас воды я сделала. Также налила в тазы, в кастрюли. Вот все заполнила водичкой. Все. Каждую емкость. Ну, и в ванне, конечно, тоже заполнила и ведра, и тазы. Все это есть. Ну, и вода, тем не менее, бежит из крана. Вода бежит. Вот у нас вот так вот вода всегда бежит тонкой струйкой. Когда бы не отключали воду, всегда водичка есть. Я не знаю. Может быть, только это в нашем районе. Или везде по всему Ейску так вода бежит. Не знаю. Запас воды я делаю всегда, потому что предупреждает, что воды не будет. Ну, вот как-то вот нам везет в этом плане. Хорошо, что водичка есть. Конечно же, я ее использую, эту воду выливать зря не буду. Потому что у нас вода в Ейске дорогая, но хорошая. Вода чистая. А у меня также еще... Сейчас покажу, что у меня там вкусненького. Надо подсветочку включить. У меня сидит там пирожок сладенький. И свеколка запекается. Вот там в сковородочке. Вот там, вот там, вот там. Закрываю. Так что проблем с водой нету. И посуда чистая. И все как бы все хорошо. Все замечательно. А воды не будет долго. Воду включат только нам завтра. Ну, в 12 часов. 36 часов, сказали, не будет воды в Ейске. Ну, а нам везет. Ура, мы везучие. Достаю. Пирожок. Он уже готов. Тазы подвиньтесь. Пусть пирожок остывает. А свеколка пусть допекается. Ведь последние выходные у нас такой хороший праздник. День мамы. Ну, и поэтому я решила испечь пирожок сладенький. Так что я поздравляю всех мам с наступающим праздником, днем мамочек. С праздником вас, дорогие мои. И этот пирожок тоже будет для вас. Пирожок сладенький.